20 октября Приморскому краю исполнилось 80 лет. Всю неделю в муниципалитетах будут проходить торжественные мероприятия в честь круглой даты. Однако все самое масштабное зрелищное выпало на минувшую уикенд. И Владивосток широко отметил праздник торжественным собранием, где наградили лучших из лучших. Поздравить приморцев с днем рождения региона решил и новый в Рио губернатора Олег Кожемяка. Торжественные речи звучали со сцены главной культурной жемчужины Владивостока, Мариинского театра. Сам в Рио, к слову, является коренным приморцем. А кроме красивых речей, глава региона вручил своим землякам памятные награды за достижения в работе и активную гражданскую позицию. Олег Кожемяка подчеркнул, что все достижения и победы Приморского края – это общая заслуга всех его жителей, в том числе и многодетных семей, воспитавших своих детей и приемных. В Приморье готовят закон о бесплатном жилье для семьи с пятью и более детьми. Олег Кожемяка заявил об этом на праздновании юбилея края. Глава региона наградил семью Тютюнник, воспитывающую пятерых детей, и сообщил приятную новость. Тем временем на центральной площади Приморской столицы достижения городов и отдельных районов можно было не только увидеть, но даже потрогать. Все 34 муниципальных образований устроили выставку, которая заняла целую улицу. Ее так и назвали «Улица Приморского края». Параллельно для гостей мероприятий играла музыка. Выступали различные коллективы и ансамбли, а люди фотографировались и делились позитивом. Некоторые из артистов пребывали в полном восторге от праздничной атмосферы, царившей на центральной площади. Праздник чудесный, настроение отличное. Мы приехали очень рано, но не устали, нам нравится все. Просто замечательно. Замечательная организация. Интересно было посмотреть на все округи. Празднование 80-летия Приморского края можно увидеть не только плоды достижения муниципальных районов, но и примерить народные костюмы. В данном случае это костюм народности УДГ, о малой народности Приморского края, находящейся в Пожарском районе. Гуляния по случаю дня рождения Приморья продолжались до позднего вечера. Соревнование муниципалитетов показало неожиданные результаты. Гран-при взял Шкотовский район. Первое место у Суриска на втором Чугуевский район. Ну а замкнул тройку победителей город Артем. Евгений Черемхин, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова